Черкассы снова на пороге мусорного коллапса. С прошлой недели площадки в городе переполнены. Возле контейнеров растут горы из отходов. Людям просто некуда их выбрасывать. С начала года эта ситуация повторяется уже в третий раз. В чем причина, узнаем от Станислава Кухарчука. В этом дворе местные жители своими силами провели субботник. Говорят, на тротуарах и возле подъездов чисто, как дома. Чего не скажешь о мусорной площадке. Отходы не вывозили с прошлой недели. Дни в десять. Дни в десять. И ветер развивает по всему дворе. Все. Антисанитария, мухи все будут. И такая ситуация почти по всему городу. Фирма-подрядчик, которая вывозит отходы с 2010 года, работает с перебоями. Баки забиты. Мусоровозы в городе теперь хоть и редкость, но нам удалось увидеть один из них. Бригада жалуется. Из необходимых восьми машин половина ремонтируется. А виной всему дороги. Старая техника не выдерживает чрезмерных нагрузок. Возителю едут и не знаю, почему они вернутся с того полигона. Может по дороге машина поломаться. Или что-то оторвется, или еще что-то. Вот этот мусоровоз фирма-подрядчик не спешит чинить. Он почти неделю стоит на обочине под Черкасами. Судя по следам от шин, машина на скорости слетела с дороги. Дворнику Владимиру приходится вручную утрамбовывать отходы в контейнеры. Ведь по договору мусоровоз не забирает то, что разбросано вокруг. За несколько месяцев подрядчик уже трижды доводил Черкасы до мусорного апокалипсиса. В управлении ЖКХ говорят, представители фирмы не раз обещали, что ситуация не повторится. Но для тендера нужно разорвать договор с нынешним подрядчиком, который владеет не только мусоровозами, но и контейнерами. Своей же техники и баков у черкасских коммунальщиков нет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасы.